Здравствуйте, дорогие друзья, добро пожаловать на канал Сейф и Лайф. Однако вернуться после прогулки, обратно в теплый дом тем же путем через кошачью дверцу, коту почему-то не удалось, а морозы на улице тем временем усилились. Когда семья наконец вернулась домой, они нашли своего кота лежащим во дворе в снегу и практически замерзшим насмерть. Тело кота покрывали коми снега и льда, и он едва подавал признаки жизни в дню санимал. Ру. Они всегда были очень хорошими хозяевами, и тут же привезли кота к нам в клинику в надежде спасти его, рассказывает ветеринар, все наши врачи тут же занялись реанимированием животного. Был настоящий оврал. Мы растопили снег и лед теплой водой, а потом стали сушить его из теплых фенов и окутав теплыми полотенцами. Сердце кота билось, когда его привезли в больницу, но тело было очень холодным и почти закоченевшим. Прошло около часа, когда состояние кота наконец стабилизировалось и он начал двигаться. Так и осталось неясным, что произошло с котом на улице, а чего он не вернулся в дом через тот же ход, каким выбрался наружу. По одной из версий его сильно напугало другое животное, скорее всего собака, которая на него напала. На теле кота были найдены следы, похожие на следы собачьих зубов. К счастью, эти раны оказались несерьезными. Он находился в руках врачей и медсестер несколько часов, а потом провел ночь под регулярным наблюдением. На следующее утро ему уже было намного лучше, он мог двигаться и ходить. После этого происшествия, семья Флаффи решила ограничить кота в прогулках и выпускать его лишь в теплую погоду. Его хозяева недавно переехали в этот район, и Флаффи уже жил рядом с их домом. Он был уличный бродячий кот. Они сначала взяли над ним опеку, стали его кормить, а потом и вовсе взяли к себе домой, рассказывает ветеринар. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.